Дорогие коллеги, хотелось бы несколько моментов отметить. В целом отрадно, конечно, что договорно-правовая база между Абхазией и Российской Федерацией она динамично укрепляется, развивается, пополняется новыми важными документами. Здание общего социально-экономического, я бы еще туда добавил, культурного пространства. Опять-таки было сказано, что только нашим созывам было принято сегодня уже 25 законов по этой тематике. Соглашение данное о признании и приведении в исполнение судебных арбитражных решений по экономическим вопросам, несомненно, является важным и значимым элементом этой несущей двусторонней конструкции. Однако, есть несколько вопросов, и в частности, я сейчас хотел бы их озвучить в целом и в виде вопросов оформить. Прежде всего, с кем бы я ни общался, в том числе и, скорее, прежде всего, с министром юстиции, я не смог для себя понять, почему данное соглашение содержит в себе принцип ретроактивности, что это значит. То есть, это соглашение имеет обратную силу. Бывают такие случаи в международной практике, но зачастую этот принцип ретроактивности, он регламентирован. Зачастую это бывает общий срок исковой давности, да, там, 3 года. Но тут он не ограничен. По сути, на мой взгляд, решение российского арбитражного суда или международного коммерческого арбитража, которое было принято условно, скажем, да, там, в 95-м, в 2000-м, в 2005-м году, оно будет обязательно к исполнению на территории Республики Абхазия, если будет соответствовать тем критериям, о которых вы говорили. Да, и второй вопрос у меня. Вот международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации, он регламентируется отдельным законом, что это такое, как его решения исполняются, кто входит и так далее. По сути, в России это общественная организация, которая находится при торгово-промышленной палате, авторитетная организация общественная, да, судейское там сообщество, действительно, такое, серьезное. Вот, но у нас эта процедура не расписана. И мне интересно, вот, международный коммерческий арбитраж, да, то есть решение этого арбитража, как будет идентифицировано в Республике Абхазии, да, если у нас нету закона соответствующего. И последнее, наверное, что хотелось бы сказать в этой связи, да, вот, вот, ну, честное слово, не хочу быть, не хочу вредничать, но такое ощущение, тоже там общался с разного рода людьми, с разной точкой зрения. Вот, в целом, проанализировав, представляется, что вот в какой-то степени даже могут торчать уши этих же апартаментов из этого соглашения, о чем я говорю, хочу объяснить, да, мои слова не трактовались иначе. Вот, на сегодняшний день, насколько я понимаю, уточняю, да, как происходит приобретение коммерческой нежилой недвижимости в тех объектах, которые строятся уже в Абхазии, да, приобретается доля физическими лицами, приобретается доля в определенной фирме, да, то есть это уже становится арбитражным вопросом. Теперь интересует следующая схема. В случае, если гражданин Российской Федерации приобретает некоммерческую недвижимость в Абхазии, заключает договор в клиентском офисе на территории Российской Федерации, может ли он, учитывая наличие в Российской Федерации этой судебной практики, при соответствии этой коммерческой недвижимости, всем требованиям жилой недвижимости, обратиться к соответствующим заявлениям в российский суд о переводе назначения из некоммерческой в некоммерческую жилую. И будет ли в случае наличия такого решения, в Абхазии оно исполнено. Вот, а в целом, как бы, да, еще раз подчеркиваю, что я считаю это соглашение очень важным и значимым для развития укрепления, в том числе и дисциплины делового сотрудничества между российскими и абхазскими предпринимателями. Но его считаю немножечко, если можно так выразиться, недообдуманным и преждевременным. Спасибо. Спасибо.